Темплар Ассасин. Скрытный убийца стороны Сентинал. Благодаря своим псионическим способностям, она во время битв с легкостью блокирует атаки своих врагов и нападая в самый неподходящий момент из невидимости, застает врасплох каждого, кто посягает на священный лес. Способная увеличить свой урон, благодаря своей внутренней энергии, она становится сильным звеном в защите древних. А противники, которые сталкиваются с ней на поле битвы, не имеют шансов перед этим убийцей. Будучи побежденными, они остаются на поле боя, а Ланая, тем временем, растворяясь в тени, ожидает новых жертв. Стой! Стой! Отдай Салу! Нифига побежал, вы видели? Побежал, такой... Отдай Салу! Привет, друзья! Сегодня у нас необычный персонаж на нашем гайде. Сегодня у нас Темплар Ассасин. Многие просили Темпларку. Я, если честно, не думал, что буду ее делать именно в этих первых рядах, но появились люди, которые попросили, и я ради них сделал конкретно вот этот гайд на Темпларку. Буду разбирать все способности и, соответственно, посмотрите геймплей. Персонаж очень простой, но есть свои нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже, это способность, позволяющая нам пробафать нашего героя на два бафа. Один баф будет давать у нас сопротивление любого дэмэджа, то есть тычка, там, лагуна, лины, без разницы, там, догон, абсолютно все будет отражать. Не важно, какой там будет урон, санстрайки, там, чистый урон, это все будет у нас отражаться. И также мы будем получать дэмэдж. Дэмэдж, смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас вот эта вся тема будет разная. На первом левеле у нас будет даваться 20 бонус-дэмэджа на 3 таких вот, как бы, заряда. Это заряды, которые позволяют нам, также, 3 заряда на отражение и 3 заряда на атаку. На втором левеле 40 дэмэджа и 4 заряда, на третьем левеле 60 дэмэджа, 5 зарядов, и на четвертом левеле 80 дэмэджа и 6 зарядов отражения. Это отражение очень легко кондресса, если на вас пачка крипа сразу налетела, тык-тык-тык, по тычке все дали, как ливинг армор на руфе, абсолютно так же работает. И, соответственно, а бонус-дэмэдж мы можем только потратить так, как нанесем тычки, как можно быстрее нанесем эти, так, 6 тычек на ласт-левеле, и, соответственно, бонус-дэмэдж у нас пропадет. Давайте прокачаем способность, мы уже ее прокачали. Соответственно, нажимаем кнопочку, появляется дэмэдж, появляется баф 1 и 2. 1 баф у нас отвечает за, так сказать, за смягчение урона, то есть, смотрите, у нас осталось последнее смягчение, и Лина ультует, и, к сожалению, никакого дэмэджа наша ланайка или, к счастью, не чувствует. И, соответственно, дэмэдж, который у нас, так же, видите, сейчас потерялся, но действие спелла закончилось. И, соответственно, дэмэдж, который мы будем наносить, тоже он у нас, смотрите, наносится, 3 тычки нанесли, оп, все, дэмэджа нету. То есть, соответственно, так этот спелл и работает. Колда у нас 17 секунд, и длительность данной способности тоже 17 секунд. По монокосту у нас тут идет 100. Спелл очень классный тем, что вначале он, во-первых, позволяет хорошо проластхитить, контрится этот спелл банально каким-нибудь запиливанием, то есть, можно очень быстро сбить вот эти стаки на защиту, не стаки, а заряды на защиту, и, соответственно, ланайка будет очень уязвима. А так, если нету ей контры, то она может очень классно перемещаться. Также, смотрите, есть такая особенность, что ланайка у нас получает вот как бы дэмэдж, да, но она может блинковаться спокойно под этой темой. Видите, и даггер ушел в КД, потому что, ну вот сейчас он не в КД будет, он, смотрите, то есть, она нам будет его сбивать, Лина, но если я нажму рефрекшн, то есть, дэмэджа по нам не поступает, и, соответственно, даггер мы можем юзать. Тоже такая классная фишка, очень хорошо, кстати, пользуюсь этой фишкой, часто, блин, ну а как-то ей не пользоваться. И, в принципе, все, по первой способности все, по КД монокосты длительности я вам сказал, и эту способность нельзя развеять на ланайке, к сожалению, диффузом она не снимает. И, в принципе, все, погнали на вторую способность. Итак, друзья, вторая способность на нашем персонаже, это такая способность, которая по нажатию вводит нас в инвиз, но этот инвиз прерывается банально нашим движением, или просто, если мы, допустим, захотим заобузить ТП плюс Мелд, допустим, зайти в инвиз, то у нас ничего не получится, прерывается, так же, как и от рефрекшна. Что делает, в общем-то, эта способность? Эта способность позволяет нам зайти в инвиз и поджидать какого-то противника, то есть, допустим, если кто-то к нам очень, ну, не близко, а просто кто-то нам подходит, мы его там ждем, мы наносим атаку со спины, получается, да, и вносим дэмэдж, снимаем армор, ну, в зависимости от уровня прокачки, это у нас все тут меняется. Смотрите, на первом левле бонус дэмэдж 50, и минус 2 армора, на втором 100 дэмэджа, минус 4 армора, на третьем 150 дэмэджа, минус 6 арморов, и на четвертом левле 200 дэмэджа и минус 8 армора. Калдаун у нас 6 секунд этой способности, монокост, 50 и длительность бафа на минус армор у нас идет 10 секунд. Вот этот дэмэдж, который написан тут, 200, 150, 150, этот дэмэдж идет как бэкстеп, то есть он физический, соответственно, чем меньше армора у энеми, тем сильнее у нас ударит мелд. Это такая прикольная тема, на самом деле, позволяющая просто подождать кого-то, выйти с инвиза, допустим, и бахнуть, но условие такое, что мы не должны пробежаться, так и дать. То есть тут именно комбинация идет с третьим спеллом, потому что третий спелл, о нем поговорим чуть попозже, у нас увеличивает рейндж атаки. И, соответственно, вот такая вот способность. Ну, способность перерывается, как я уже сказал, движением обычным, позволяет, кстати, стать нам таким персонажем, которого мы не чувствуем, то есть, соответственно, он становится как будто на фейзах, наш герой, и, соответственно, в него никто не упирается, и нашу ланайку немного легче становится не заметить. И, соответственно, вот такие вот плюшки по данному спеллу. Очень прикольный спелл, позволяющий с даггером наносить, то есть, прыгаем с даггером и бьем вторым, и вносится очень много дэмэджа. По монокосту 50, колдаун 6, и, в принципе, об этом всем я уже сказал. Погнали на третий спелл. Так, друзья, третья способность нашего персонажа позволяет нам увеличить нашу дальность атаки и плюс еще дать нам одну фишку, о которой я вам сейчас расскажу. Ведь у нас персонаж ренджевик, а всего 140, у нас 140 ренджа. Посмотрите, ну это смешно, просто нужно подходить в упор, чтобы бить. Это реально очень, так сказать, мне кажется, так глупо, но третий спелл это все у нас компенсирует. Смотрите, что у нас будет улучшаться с третьим спеллом. В зависимости от уровня прокачки у нас будет увеличиться рендж атаки. На первом ловле на 60, на втором 120, на третьем 180 и на четвертом 240 на бонус ренджа. И, соответственно, у нас тут еще есть какой-то бонус рендж 590, 630, 670 и 710 спелл ренджа. Все это... Нифига, там кто-то пришел. Этот спелл рендж у нас говорит о том, что мы получаем, как бы, такой, знаете, возможность пробить наших героев. То есть, смотрите, улучшили на раз и идем драться. Смотрите, пробивает у нас персонажей, видите? Вносится сплэш. То есть, тут механика своеобразная. Если мы встанем так, то уже никакого сплэша не будет. Если мы встанем именно ровно-ровно вот так, то у нас демидж будет наноситься. То есть, это очень такая тяжелая механика на данном спеле, потому что очень сложно будет подыскивать вот этот параллель. И, соответственно, будет показателем скилла, если вы научитесь пользоваться этим третьим спеллом именно четко, пробитием вот этим. Именно нужно ровно четко становиться, чтобы наносить этот сплэш. Прокачим давайте в 4. Смотрите, рендж атаки у нас очень хорошо увеличился. И видите, какой у нас тут сплэш. То есть, допустим, смотрите, все у нас как бы хапают. Они стоят ровно на вот этой параллельке и все хапают демидж. То есть, это очень классная тема, позволяющая нам, во-первых, напрягать энеми мидера на центре, потому что мы будем бить крипов. А ласт хит крипов и от своих этот сплэл вылетает, и от энеми крипов вылетает. То, соответственно, будет, так сказать, напряжно стоять энеми мидеру, который будет у нас тут реально, ну, пытаться против нас ласт хитить. И, в принципе, это все о данной способности. И давайте перейдем уже к ультимейту. Что ж, друзья, самое время нам поговорить об ультимейте. Ультимейт на лунайке своеобразная тема, которая, ну, так сказать, многие сказали, что это useless, но она имеет свои фишки. Во-первых, первая фишка с трэпом, это то, что этот трэп можно ставить на огромное расстояние. Две тысячи рейнджа, вот такую штуку мы можем поставить. И что она у нас будет делать? Это такое, можно сказать, замедление по клику. У нас появляется тут способность, то есть, по нажатию Т мы будем взрывать ближайший трэп. Но тут можно так прогуляться, на самом деле. Допустим, если у нас стоит один тут, и стоит один тут, то, к сожалению, у нас взорвется ближний, и это такое, на самом деле. То есть, видите, взрывается ближний. И тут, если придрочиться, ну, допустим, кидаем один, замедляем, допустим, через Т, и, в принципе, все у нас хорошо. В чем особенность этого трэпа? Во-первых, этот трэп, как я уже сказал, имеет большую дистанцию. То есть, допустим, если мы идем на руну, идем на руну, вот так поставили, ага, у нас там руна. Этот трэп невидимый, его никто не видит. Соответственно, мы можем спокойно вот так вот, можно сказать, завардить руны. Рейндж у нас такой небольшой, но все равно хватает, чтобы увидеть руну. И, в принципе, воспользоваться этой руной, если это необходимо. Плюс эти трэпы у нас не, как бы, не блокируют наши кемпы крипов. Можно, допустим, поставить где-то трэпы на кемпах, увидеть врага. Ага, он там фармит, или аккуратненько поставить так, чтобы можно было видеть врагов. И, соответственно, в нужный момент взорвать его и, допустим, набежать и убить. По взрыванию, то есть, смотрите, у нас тут активная кнопочка. Есть такая приколюха. Смотрите, не наносит наш трэп никакого дэмэджа. Максимальное количество трэпов у нас будет меняться в зависимости от уровня прокачки. Давайте сначала, наверное, поговорим уже об уровнях прокачки, что меняется. А потом я расскажу конкретно, что у нас делает трэп. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас доступно максимальное количество трэпов. 5, 8 и 11. Трэп это типа ловушка, да? Правильно? Вот. 5, 8 и 11 ловушек. Калдаун у нас также разный. 11, 8 и 5 секунд становится калдауну. Монокост у нас 15. И в чем особенность? Этот трэп замедляет. Замедляет. Смотрите. В зависимости от того, сколько он стоит. Он может замедлить на 50% момент спида. Если он постоял 4 секунды после того, как мы поставили его. В каждую секунду, то есть, допустим, смотрите, если мы его ставим и сразу взрываем, он замедлит всего на 30%. Но если мы поставим этот трэп, поставим его, и он постоит буквально 4 секунды, и мы его взрываем, то замедление будет 50%. В одну секунду замедление увеличивается на 5%. Соответственно, и профитно давать этот трэп, то есть, допустим, чтобы вы не разбили, пока он не ушел в инвиз, а он ведь имеет фейд тайм тоже. И, соответственно, там секунду 2 выиграть и замедлить, допустим, не на 30% в дефолте, а замедлить, получается, уже на 35, на 40 где-то процентов. В зависимости от того, сколько секунд вы выиграете. 2-3 секунды. И вот такая вот у нас способность, ребят, очень полезный спелл в плане того, что можно на миде пользоваться преимуществом такого замедления. Ну, увидите на геймплее, как я пользуюсь этой темой, и, соответственно, вот такую тему. 375 рейнджа, ауешка, замедление и очень прикольный спелл, реально, ну, я кайфую с него. Не знаю, несмотря на то, что он не наносит дэмэджа, а во второй доте наносит 200 урона. Ребят, в общем, вот такие вот способности уже вечер дописываю для вас вот этот гайд. И, соответственно, буду очень рад вашей активности, если поставите лайк за детальный обзор, как обычно, как вы любите данных способностей. И, в принципе, об этом трапе все. Напоминаю, что он невидимый, его только можно с энтрями увидеть или, ну, гемом банальным. Ну, и не блокирует у нас, к сожалению или к счастью, вот эти всякие кемпы с нейтралами. Ребят, все, переходим к геймплею, смотрите, наслаждайтесь, всем приятного просмотра и поехали. Так, ребят, сразу забиваем мидлейн. У нас темпларка вообще идет именно мидлейн персонаж. Почему, спросите вы? Потому что, ну, такой персонаж сам по себе, ему нужен стартовый буст, а именно буст в левеле. И, соответственно, ланайка у нас отлично, как бы, ну, стоит на миде. В принципе, она очень хороший мидер за счет своего первого спела. За счет своего первого спела. И, в принципе, она себя чувствует, ну, нормально, можно сказать. Реально нормально. То есть, ну, я сейчас возьму, пофиг вообще. То есть, возьму, пусть контрпикают. Максимально сделаем все как надо. Посмотрите, что. Но, допустим, Санкинг, это, можно сказать, контрпик. Потому что в Санкинге есть какие-то периодички. То есть, чего не любит у нас еще ланайка. Ланайка, вот Аваланч будет контрой, так сказать, нашего персонажа. Если там еще будет сейчас какой-нибудь Виномансер со вторым спеллом, то это, конечно, уже ГГ. Или Путш. Путш очень сильно ланайку контрит, потому что рефрекшн сразу слетает. Вот, и, в принципе, ну, как-то так. Будем сейчас, вот, Мартретка, в принципе, не контрит. Не контрит, ну, особо. СФ тоже особо не контрит. Но, посмотрим. Тут дело, на самом деле, игры. Посмотрим, как вот эта вся игра пойдет. И реально, реально. То есть, ну, дело времени. И реально поглядим сейчас, как оно все это пойдет реально. Потому что мне самому интересно, как бы, ну, я кайфую. Я кайфую с ланайкой. Ланайка очень такой прикольный персонаж, своеобразный. Который позволяет, так сказать, ну, много демеджа вносить. Такой персонаж, который с появлением дайгера, то есть, уже начинает реально вносить много демеджа. По раскачкам тоже сейчас посмотрим, что мы будем качать. Ну, конечно же, псибласт будем брать в несколько разочков, чтобы, соответственно, было легче ластхитить. Не подходить в упор, как она ланайка подходит. А именно, ну, как-то пытаться ластхитить более, более, ну, получше. Кого там еще взяли? Некра еще взяли. Ну, Некр, в принципе, херстопперам нам ничем тут, как бы, не блочит. Не блочит. Го. Опс есть. Можно поесть. Жаль, куры нету. Мидер де курок сейчас начнется. Поехали, поехали. Руны, если помогут, ребята, забрать будет хорошо. Гоу. Мне нравится, если честно, этот герой, потому что это жесткий дамагер именно. 80 бонус дамеджа, типа, это реально много. 80 бонус дамеджа на 6 тысячек, это классно. Минус 8 армора, тоже прикольно. Лола, почему хп уходит? Опа-ча. А чего у него хп нету? Некр идет. А, вот он некр. Страшно, вырубай. Что за фигня? Что Санкинг делает? Что за... Я не понимаю, что происходит. Ребят, объясните, пожалуйста. Я не понимаю, что происходит. Видите, а что Санкинг и так хп ушли? Ладно, гоу. Так, на топе тоже. Дерутся пацаны, Тинника откидывает. Хорошо. Найс. Забираем руну. Сладенькая руна. Все так лоу хп там бегает. Убивает некр. Санкинг тоже умрет тут? Санкинг тоже умрет. Тракса пойдет на тавр? Нет, не пошла. Лол. Я, конечно, арирую. О, и Сэф на миде будет. Это, в принципе, будет хорошо. Сэф на миде это хорошо. Главное до рефрекшена дожить нам. А так можно бластами его пробивать, в принципе, по чуть. Оп. Оп. Но не достаю пока. Пока не достаю. Лол. Пускали, ну, просто. Понимаю. Руи нет пацаны. Оп. Сэфчико пробили. Сэфчико как пробиваем. Пробиваем Сэфчико. Эх, промах. Я не добил. Ну, рефрекшен. Берем. Пробиваем. 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 Где-то не пробил. Жалко, жалко. А ведь была вариативность того, что мог убить. Эх, сколько хп осталось. Сколько хп осталось там. Печалька. Прям он хорошо так чувствует. Это дэмэдж. Пси-бласт маленькой дистанции. Сейчас он. Сейчас опасно стою. Могу на два койла отлететь. На самом деле. Батлыга нужна. Хорошо. Отлично. Не сдохнуть бы еще. Уф. Ну, я живу. Живу. Дабл дэмэдж брать не будем. Боттл летит. Отлично. Бластом просто задушил пацана. Хорошо. Боттл есть. Можно поесть. Отлично. Хорошо. Ну, такая первая катка в С4. Будет, мне кажется, вам неинтересно, ребят. Но все же посмотрим, насколько будет прикольна эта игра. Главное, показать скилл уху на данном персонаже. А персонаж очень сильный. Сапожок можно. Просто даже на шестом левеле вообще будет трэш. С этим СФом. Он будет бедный просто. Так, что там, СФ-теде? Все, ладно, понял. Оп. Оп. 150 урона, типа. Бедный СФ. Он не ластхитить не может ничего. Просто. Он ничего не может сделать, СФ. Крипы просто отлетают. Мама, не горюй. Сейчас бы был бы шестой левел, был бы прекрасно. Типа с шестым левелом. Изи вообще. Гоу, добьем кату. Отойдем на руну. Хорошо. Я сам могу, блин, тут. По-изи. Окей, гоу. Будем бласты сейчас. Ой, бласты. Трапы ставить просто и все. По два трапа. Тавр по чуть падает. Дамеджа много, реально. Тавр на ура падает. Оу, нет там, пацаны. Ну да, СФ выйти. Надеюсь, выйдет. Выйдет, типа фрифраг будет. Не хочет. Побаивается. Оу, Тавр запинаем. Найс, через крипов. Чуть подержали, чтобы чуть больше замедления дало. Все. Хорошо. Чуть больше замедления, чтобы дало и все. Да, тут он имба. Она, вернее. Тут брону найку, что ли? Лол, так она и на восемь с третьей такая же. Шиш. Шиш. Просто здесь поставим. Чтоб виду или подход сейчас, если что. Чтоб можно было в атаку, так сказать. Шмыгануть. Биротан, умираешь. Лол. Чисто как крипов каких-то. Ну не знаю, но это будет такая, знаете, фан-катка, я так думаю. Потому что это реально как крипов просто. Пацаны как крипы дохнут. Ну, Ланайка сама по себе такой персонаж, позволяющий реально жестко овнить. Ну, я хз. Реально очень сильный герой. В плане того, что... Вот на SF на миде ей, ну, как бы, ничего предъявить не может, по факту. Типа, рефрекшеном спамишь, да ботлы только Ланайки дожить и все. Типа, там шансов нет. В D2 это очень сильный персонаж. В первой доте Ланайка такая, ну, знаете, подзаряженная, можно сказать, тоже. В принципе, но у нее третий спел немного тут по-тупому работает, мне кажется. Да не кажется, а как бы, ну, работает по-тупому. Можно смело заявить. Го, пацана. Ноль дэмэджа с прокаста. Привет, это Ланайя. За макшеным рефрекшеном. Вообще, Дайгер сейчас некстом и все. Дайгер некстом. СФ, а что-то не видать. Не знаю, изи катка называется это. Го. Фрифраг ходячий. О, СФ. А крип не так становится. Тяжело. Ну, я не так встал, на самом деле, там. Хорошо. О, привет. Замедлю. Нифига, Тракса не хотел стилить, пишет. Ребят, ну, видимо, будет еще одна как бы, потому что это оверскучная игра какая-то. ХЗ. Сейчас Дайгер, типа, и все, там, ГГ. Это же без Мелда. Пока, плейм. Гоу. Смело. А, не, смотрите, кто ТТП-шится еще. СФ. она милд на разочек качаем пойдет ссор ребята не братан тут вообще без б я не знаю sandking конечно прикольный взял просто зашел ливну не поняла этого прикола но если будет игра такая скучная типа тут даже не вижу смысла и в принципе вставлять гайд ну типа основной типы смысл основной смысл данного героя тут принципе так видно идет даггер 1 под инвиза два три четыре пять опа главное до рефрекшена дожить и все столь на мелочь где некор хорошо промахи лол 10 минуточка антипас прокаста не должен убивать но у милд докачиваем и до золь к этому айтем билду просто и все типа тут найс найс но еще одна катка будет ребят минимум типа это смешно это смешно просто поливали все обоссовальня называется обоссовальня вот сюда ставим трап ну типа тут сейчас дабл дэмэджем вот так бежишь уверенно раз два три раз эдэс 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 есть команда супер ладно не забывать что когда пробиваешь типа через скрипов и по по кайфу дамажить так друзья ну что ж там мартретки дальше собирается играть вдвоем против пятерых но это трата времени трата времени трата времени группу уж просто мне пофиг на его блэдмэйл даже под рефрекшеном роша думаете блин да типа тут просто собраться в одной линии запушить потому что их там блин нету никого никто не играет это конечно смешно чатракса тут ауру как бы дает на дэмэдж хорошо сейчас дезоль будет типа некр будет ваншотиться дезоль очень дешевый это такой стартовый артефакт а шарл зарядок а и и и хорошо и и и и и Гайди, там фишки Гау, бегу, бегу, бегу Промах Промах Куда делась? Понят, че, лотар, что ли? Лол Куда делась, дурочка? Хочет закинуть Поехали, допушим Печально Типа я не хочу улететь в рипера В рипера улетать не кайф Так, нормально Идем на руну и после руны идем душить 1600 На кармане еще 1800 И изгадка Изгадка Пацаны зря тянут, не знаю Зачем там Ну через Дезоль сам Асок играть Я не знаю Всегда через Дезоль плейт На этом персонаже Каеф Просто Просто каеф Где они кровать О, вон они Раз Два Три На Тамару просто залетел Две тычки Две тычки Будет больно Будет очень больно Ждем Мелда Промах Промах Печалька Тут главная такая Тема Ждать просто Этот КД КДшку прожидаешь И нормально все становится Типа блин ХЗ Да, тронем Тут просто Семнадцати минутка Го трон Да какой фонтан Гоу Бараки просто Зачем тебе этот фонтан Как ты фонтан пойдешь Тебя один ормлет Раз Два Три Четыре Пять промахивай смелда по ней промах 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 а не промах замахшен сейчас тяжело вообще не попадает герой рефрекшен нажимаешь вообще дэмэджа нет обоссывальня опушим бро зачем она тебе нужна пушим просто если я буду промахиваться уф попал хорошо что попал чё за звук был услышали этот звук переслушать его такой значит почему-то именно и поездок но если я прыгну он даст блэд мэйл я в мэлда ему бахну попробую но можно попробовать часы для контента но не потом рипера может дать просто из амблэйд мэйл типа можно было сделать главы портная карта беккб я бездели я бездели я бездели я бездели альбе чаристорин отристоримся и гол кб есть не знаю скучная игра такая значит пенальти пеналити лохолите все выкладываем все и хилимся бедный некор бэм не жмет о найс руна от фласок захилим сару но ставим так вот сделаем хорошо мкб есть можно поесть чем артретки будет больно чем артретки будет больно не знаю такая изичная катка но не такую игру я на самом деле хотел здесь увидеть но чё поделать а мартретки прыгай wow бро мосап москва 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 ребят вот такая вот глупая катка go next go next а е ребят это просто какой-то бред было не игра я не знаю но ланайкой но видели все бластом пробил сфа там добил то есть на такие микро момент она лохоп с дайгером когда рефрекшен на мне висит типа с дайгером изи блинковаться потому что дэмош не наносится так же кстати pipe эту тему блокирует если допустим на вас pipe и you вам дают то есть соответственно при папа по приземлению вам урон не наносится и соответственно вы можете блин кануться прикольная тема на самом деле мне вот это вот тема раньше такой темы не было вот как бы и помню с каких дот я на лана я уже очень давно не играл и соответственно как бы ну не помню с каких дот это ввели что можно как бы изи брать вот так вот под рефрекшном упрыгивать но это реально прикольно персонаж тяжело ловить если там нет контрпика тяжело если нет контрпика сейчас посмотрим что по пикам немного почилим и поехали и поехали и вертечис сларк бан опа год бан и вера виа вера забанили так ну что ж смотрим есть у нас путь а это хорошо уже что путь надо я надеюсь слонайку никто не будет брать типа блин кому нужен вообще этот герой посреди не стат нету слабый рэнж смотрите 140 рэнжа на первом левеле написано ранге специально типа типа дальний бой видеть тут не пишется дальний бой типа и подписан типа рэнж типа и ты такой думаешь стоп что это оранжевик это смешно ну контрпик шрепнель но много скиллов на самом деле и и контрат ребят реально если так подумать торрент ее законтрит потому что торрент он постепенно дамажит кто еще может законтрить у тени avalanche может законтрить но как вы видели не хватало демоджа тени меня с прокаста не убивал ацит законтрит чё еще может законтрить горение акса изи контрит чё еще зомбики законтрит sand sandstorm крутилка джаги вообще изи контрит вообще просто из изи а так в принципе блин ну герой сам пассивно то его изи контролить этого героя лучше очень самая сильная кота мне кажется это путь потому что пуджу только стоит подойти под под запилить она в кружу байтер рэкшен начинает драться а ты такой чуть под запилил ее и сразу начинаешь жрать у нее хп-то нихрена нету ребят то есть тут как бы такая тема напоминаем ребятам что пойду на мид вот и как бы сейчас по идее нормально катка должна быть опять пойдем таки через дизоль не знаю другие других сборок тут нету на ней просто дизоль даггер и тгг и все можно еще лотар собирать лотар тоже прикольно типа бэк-стэп мэл пэк-стэп типа ну почему нет почему нет по дефолту дефолт psiblast не знаю почему почему типа типа этот кстати название поменяли psiblades psiblast было раньше название или sd2 путаю я прошел две эпохи и соответственно могу что-то путать так снайпер сикер сикер будет ультой своей контрить дум будет контрис да у дум очень сильный контур контур пик но посмотрим что выйдет тут катка будет по-любому интересно я про просто вангую почему я всегда 3 качаю на первом левеле ребят но потому что блин сами посмотрите она в упор подходит чтобы бить это смешно поэтому чуть-чуть раньше сразу да боже я я сто раз написал куру под потом где саппорт наверно так какой саппорт я кура ну то что ты кура давай носи мне артефакты я кура купит мне ост я сам куплю мне руну дай кто успел то ты съел не так не пойдет так не пойдет понял вас окей я соло химселфовскую куру куплю себе не дам чисто вот эти драки на на 1 2к на но тут 4к типа pts все равно такая ну типа жопа какая-то типа лол типа драка за руны где кура мидер и я вот этого не понимаю отсталость это какая-то отсталость их не добивая печалька но без куры будет очень тяжело на миде вайсон вайкера с инвокера будет тяжело на на миде без куры и локера надо как-то прошибать тоже он меня задрачит я буду задрачит типа главное позиционку выискивать под него типа блин тут иногда так герой просто становится неудобно и получас пробил а те две тычки не пробил тут нужно именно прям четко четко становится во второй доте чуть она сделана немного по блин но не добьюсь ударю там никак бы не добил блин курьер нужен жесть я бы в арте купил уже знаю типа с хай граунда не вижу его просто как много дэмэджа нанес крипа но чисто пробивает как не знаю что куры нужно жесть типа была бы курат типа боттл опа и поехала эх в упор промах печалька типа если этого крипа сейчас эх вот такое не вижу не вижу с хай граундов ребят не вижу забрали кору ясно с хай граундов не вижу тяжело немного но придется и вязать чтобы добить 2 печалька гау себе куру вард мана и поехала боттл чуть позже возьмем мне нужно видеть противника чтобы бластами задрачивать его типа я его не вижу не могу его задрачить просто наобум долблю и все не вижу его надо видеть эх в упор промахи люблю обожаю куры забрал чтобы ребята отучить от этой темы по так алла критики дать чтобы добивать лучше но придется ману тут сбивать себе хочу рефрекшен скачать сахура идет только не промахи please ну как же изи инвокеру мид слить вы видели сколько дэмиджа блин у меня сейчас не будет тпшки чё делать обычно обычно обычная ситуация на миде нету куры ждешь куру долго в итоге дохнешь но хорош подловил молодец молодец о отлично поехали хорошо просто сейчас сапог отлично типа братан я не совсем даун конечно типа видеть тебе тут типа я могу пофидить но не совсем так чтобы прям ты кайфовал на миде и не 4 левел сейчас убьем типа изи вообще из изи изи у нас и мп типа блин а какой смысл тут отходить типа инвокера не бьет типа антипо инвизны там x скачал на разок go сюда бласты будем ставить по чуть хорошо не бьет лол осуждаю завар ним так сказать себе затрапаем и могу направиться с антричок надо он типа решил меня что я им пешками задолбить что лилича звонит меня все есть на тяжело с ним стоять на самом деле тяжело вначале слабину ему дал а так особо не подходит она пока стоит на миде хорошо отличная руна можно гангануть там на топе правда гангают сейчас данный момент а что они вместе там вдвоем пошли дурочки ладно уговорили печалька просто так хосту прогулял они там вместе пошли они должны были разойтись они должны были разойтись блин ну я не хочу опять против четверых играть типа не интересно хочу нормальную игру где видите как тут плохой типа старт типа я ну ошибся попер как дурачок умер он там со страйк дал и все то есть а тут как бы блин ну не реально тем более 20 но вообще не честно еще не честно нет желания такое записывать даже а отлично отлагал хорошо давай 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 отлагивай пожалуйста написано же реконектит реконектит плиз мы должны спешить хорошо надо его вывести гоу теперь мы в атаку ну как тебе бро как тебе брат power of blast просто тропы расставляем чтобы парнишка не кайфовал сильно вы поняли как я тропы ставлю то есть это я оставлю себе тропы чтобы сначала один дальний взорвать как можно дольше в замедлить держать все очень просто все очень просто все вот так вот делаем все крушим отлично один тут тропчик поставил так и go вот сюда поставим один и на руну еще один еще один к нему еще один к нему на руну на нижнюю так инвокер пришел сентрик имеется go драка за центре но надо сейчас именно идти потому что он сейчас будет ставить а там еще кто-то есть еще кто-то есть не ну так я не пойду так я не пойду поставь а вот он тоже все я понял печально это все печально это все на низ пробегусь go отличная руна руна низ кто там сикер убивает что ты мне кликаешь блин левел бы не было по наглую они ушли с линии они либо знают что мы тут хотя нет посмотрите не ушли без б типа нет или уходят не уходят давай про касты ему плохо что не забрал я хотел под ласт хитить но там типа уже за максим возвращаемся на линию инвокер там дает касты чтобы поближе к товару прийти а я тут типа опа я уже тут но увидели не пробила blast не мою хорошо гу попробуем эншин там подстакать подстакать и будем выходить в дизоль наверно посмотрим может даггер даже такой звук еще тих 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 прикольно тоже так и есть принципе вот так вот по страти стакаем себе данную позицию эти по беге инвокер вардит молодец лет гейминге будет наверное с инвокером тяжело я так думаю сен шаристы думаю сен шаристы будет тяжело боже досталось рано даггер ребят на сначала дар сделаем гау пойдем стаки стаки под фармом пойдет хорошо и стакаем вот так вот себя дамажим по линии хорошо отличненько и вижу смысла трэпы качать на экстом потому что типа ну блин он и так принципе трэп там центре стоит бро придется дефит наверно сейчас центре стоят топорик 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 а нет топорика да могу сейчас отлететь таргет попробую сбить все нормально уходим так на топе блин инвиз отличная руна для меня вообще просто excel даггер надо сейчас даггер будет блин инвокер там центрями с инвизами печалька не хватает немного ресурсов на него инвокера можно ли это назвать бывает он кинул doom в крипа это это что собственно такое но типом на мне рефрекшен мне плевать даггер ждем но если не до микрил под масса и ведь жопу как же это плохо как же это плохо ребят казалось так easy easy фраг просто тяжело тяжело когда не видишь цели и таргет падает тут именно микроконтроль надо на этом герое прям жесткий микроконтроль должен быть потому что по-другому на ней невозможно играть два варда тп-шечка поехали в лес сейчас заварнемся и нужно убивать сикера он очень слабенький я сейчас очень сильно бью типа ну это смешно я просто не попадаю но смысле я могу попасть на типа надо про микрить надо про микрить надо про микрить просто или стакать себе пока не файтится хорошо эх не добил жалко кау вардики сюда опа один вардик сюда опа на этот раз тебе уже тут очко не спасут бро хорошо кормушечка моя сюда вард хорошо моя кормушка гол инвокер блин так а дастов нету даст и бы на инвокера хорошо в аквилу он знает он знает по таврам выстоять гу чего его так боитесь вот и вот кто кто а я вот точно не хочу под тавр бежать кто-кто я точно под тэшка не хочу бежать хорошо понял понял биратан понял но килинг спри есть типа специфическая до их геймплей ребят на ней но вот реально вот те кто не видят часто ланайка вы наверное подумайте что за специфический геймплей типа как на этом говне играть типа как на этом говне играть но она она очень даже играбельная честно вам скажу не души на снайпере плиз душат прям по страшному что там по секундарем и секундомеру doom сократ есть просто ее это фул контроль меня будет вы представляете это просто фул контроль мига кейл мига кейл гу ребята хорош спать пойдем жирный старый не тупите там пойдемте гу 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 по лесу пройдемся и за им халявный рефрекшен ставим трэп как хорошо можно лад как будто он тебе поможет бро голтавр 10 братик братик есть голтавр пожалуйста да ребята такой вот гайдик на ланайку так сказать это гайдик вам чтобы понимали что этот персонаж тоже в принципе но играбельный да он интересный своеобразный своеобразной механикой то есть и ломаем табор смотрите за один заход дэм уже очень много фиолетовый у нас doom но не хочу дум на лицо говорю не хочу дум на лицо а ну я тут умер пока думаю идет 15 секунд поможешь ну ты мог ты мог мне он мог помочь там безусловно стопроцентно типа он мог на расстоянии ну хотя бы есть то тотем фиссура там хп хватало и ударили я не ударили когда беем а ну это за решало стопроцент пуджик все 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 ловит пуджик у нас суициде там нет шансов беги погнаю лечку нас палка в троечку хоть научил палочки давать лол кому сейчас нужен нет сейчас не отвечу сейчас не отвечу можно латенс написать шанс то руки кривые go вниз я не стаки допущу сделаю себе золь надеюсь эншин ты там отвели что вы хотя бы двойной стак иметь и будет хорошо там doom doom фармится у радиенс типа тут интересная будет игра стопроцентно doom с радиенсом это очень больно для лунайки хорошо гау не хилиться плиз хочу тебя добить побыстрее уйти спасибо о там смерть пацану руну только оставь брата смертс инвакер с энтрями бегает гау тавр этот трап конечно там вообще ли юслесный стоит гау 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 гаугу 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 на братишках давай работаем работаем ты шутишь пугна ты же должен ломать все нафиг ломать должен имея вот эти херстовые как бы но драки за товара смело так сказать можем потом задушить с бустом хорошо 300 золотишки надо google пока фармим ребят файтов нет особо этом сильно никто не подставляется поэтому не вижу смысла особо тут щас драться есть у нас дозоль хорошо я спрыгает дает хороший эхо слэм фиссура отлично убивают у нас потом нет я не отвечу мне никогда sorry ой пуш хорош молодец эх шалка чалька чалька ну вот он дезоль которого не хватало ладно гол тавер видели чуть-чуть там сикера не добил и такая знаете пушерская катка какая-то она думал там с родинцем уже стопроцентно просто крипчик большой крипчик все ару ловят сегодня кроме меня сейчас на гавка и походу отвали от меня что до кавелс гау отличная руна личная руна типа ну на экстом я не знаю линка или бкб типа там инвокер но кир это такое дело так ну отвела тут крипов хорошо да хорошо отлично зафармил вообще четко и крипы как раз реснуться еще часового рефрекшн отлично 1300 есть ребят можно сделать сейчас яша чтобы быть более мобильными быстрый мобильный интернет вот как бы так такая своеобразная механика на данном персонаже как вы видите самое помойное то что doom будет очень жестко контрит так советую на самом деле расставить бласты так ой бласты трапы трапы не блокирует у нас лесные спауны иначе это было бы очень жестко просто поставим вот так случае чего чтобы можно было напасть а чё убейте его он же изи ой какой проказ там патма не умерла печалька а что ты хочешь с этим латом сделать солить его что ли будешь что 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 ты на меня кликаешь слоу ой 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 это страшно вырубай а тут надо уходить надо уходить там еще и типа анвис вот мы латару сикера хорошо или плохо не знаю пока латару сикера это на самом деле плохо я считаю и там плюс радиенс у парня на думе как сказать контрит контрят меня дабл дэмэдж это же минус рошан может быть изи на из хука этого его пробежимся ару поймал ну вот как говорится и до меня очередь дошла так ну пацаны тут кажись мне сейчас санстрайк не боюсь не убоюсь я санстрайков упрыгивает постоянно не убоюсь я санстрайков ребят ну типа рошана мог забрать а я заберу тычки только считать так изи в принципе зря вышел сейчас сейчас ты пахнется обратно ждем пацаны сейчас сразу рошан падает быстрее сюда ты чё дурашка и сюда 4к есть инвокер центре ставит там дучка сейчас иду жаль трапа нет толки вот сюда поставим надеюсь он пойдет сюда а не идет печаль к линку ребят сделать надо бы линку печально это все конечно не по тебе гг бро печально ну типа нужны нужен vision опа на пуджа выехали пугни гг ару все точно не пойду но эти были это было ли были лихие 90 мы видели как могли хорошо даст и есть отлично инвокер яул это конечно плохо там просто дум еще напрягает через скрипа сразу что-то слишком борзу работают пацаны вот блин но саш поделать то что делать то отличная руна надо типа блин не знаю тяжело типа один x9 что ли получается какой-то 1x9 какой-то кау-гау-гау-гау-гау взгляд его застрелил боже да шо ж такое то не дают прям поиграть не дают прям поиграть прям смотрите как вообще не дают агау-гау да ребят ну давайте гугу-гугау ну что вы ребятки ну давайте пожалуйста пайзи катка тавар таварок минус таварок на топе минус таварок все это все по таварочку так выиграется ка . Ух ты Как он делает-то на инвокере Вы видели? Я так не умею Гоу, на топе тавер Изи, 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 мои друзья Ну типа я не хочу дохнуть просто так Гоу, линку вместо ботла Вот так вот Гоу, 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 гоу Кайтят по всем сторонам Ферма в той стороне Помните, да? Кормушечка Еще гайд на дума парень не смотрел просто Ребят, гайд на дума В смысле, я сегодня сделал гайд на дума Он выйдет завтра И сегодня я еще пишу гайд на луна Соответственно Так бы, как бы чел Ну, гайд на дума еще не видел Поэтому как бы немного подтупливает Гоу, 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 гоу Типа я сейчас тут могу умереть Из-за того, что Аега сейчас должна упасть Главное, чтобы не под тавром упала Уф, только сказал У, найс, все, восстановилось Можно Дальше работать Ломаем? Че боитесь? Я только, блин, вот эту шрапнель Блин, очень сильно дизейблен Типа дизейблен Снимает спел вообще Диспеллит Так сказать Ладно, я ушел Если вы стоите АФК Я не буду тут стоять С вами АФК Далее, что мы должны купить По идее, Бурезу можно Да изи вообще Буреза Представляете, что с Бурезой будет происходить У нас все в дэмэдж У нас персонаж, дамагер Типа РДД Гуны, хилы, РДД Соответственно Много дэмэджа Много силы Дасты обязательно Без дастов никуда Видели, что пугнать делать? Чтоб я не добил каталажку И дает мне астрал Надо написать Слушайте, там драка идет Он меня астралит По КД, смотрите Дурачок, что ли Гоу-гоу-гоу Че, не в инвизи, что ли? Вон лайте Слушайте, ну страшно тут стоять На самом деле Не дают тавр Вообще не дают Типа думать жирный Настолько, что, блин Вообще не хочется прыгать туда Ой, я на мид пойду Хорошо Ну стянул я их сюда Что-то ЕС подлагивает, блин Печалька Так, ну надо уходить отсюда Так вот делаем Крипы работают Работают крипы Не издев Ну Или, блин, на топ бежать Надо на топ бежать все же Блин Сюда трэп It's a trap It's a trap БКБ надо тоже делать Гоу, че боятся? Ну смотрите, как он танчит Типа, ну грех не убить его Стой Стой Отдай салу Нифига побежал, вы видели? Побежал Так отдай салу кому казал инвокер три тычки 4 фаст финиша чё вы что ли решили написать дружин лол не надо лис дайте поиграть чуть-чуть для гайда как-никак я обещал что все будет лучших традициях ну как то так и . 2000 даже телу горну типа тут можно просто за ваншотить герой такой байбэк снайпер а тут реально этом герой ваншотить можно что файт продолжается чё далее делаем можно кирасу но бкб ребят не хочу игнорирует тоже бкб шку бкб шка все же тут нужно будет дальнейшем там doom ну вы думалинка есть от дума зря в мэлд зашел на 2 стакнуть не хватает тупо атак спиды дачи не такого жесткого дэма же у нас хватает нас дэма же жопой жуй но у нас проблема начнется детекшене гауду мы убьем одесс них варда тут не стоит хотя сто процентов не хватает уходит сразу я только не дум только не дум про пожалуйста спасибо так ну там зажали moonlight типа такое ну типа я не увижу сейчас прыгну я именно поэтому не провел что я сейчас не увижу их подойди ближе не подошел ближе там разберем блин отчаянно сам собой разговариваю дебил я же реально сам собой играю со свой разговариваю лол я чисто сам тут играю в линку хорошо надеюсь у меня ах ты тварь царича делает но это бан это за это бан лист за за это бан дают это бан аккаунта просто джоке на из джоке дебил холи щит отдал табан аккаунта на из джок осуждаю такие шутки на из шутка ребят никогда так не шутите потому что сейчас игра может реально перевернуться из этой темы я мог сейчас пушить high ground реально просто перебазироваться убить кого-нибудь и но вот чел типа зарофлил найс рофли это я не знаю мат сам собой напрашивается когда так челы делают но реально хз я бан я напишу на бан аккаунт приколист тоже нашелся аваланч тос но он гг типа походу гг тут найс чел пасиба it's a joke пишет it's a joke говорит nice joke бро nice joke if i have doom on my face we will lose this game nice moonlight так ну что ладно поехали травула возьмем ребят и муншар тапнем next там doom внизу хорошо побежали рефрекшн надо так куда пойдет вот так вот сделаем да если он сюда пойдет не идет интересно где он куда он делся о буду убить просто ма 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 криминал ма 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 криминал ну да вот типа сколько был крит братан тебе хватило просто соляра я не знаю жаль что без детекшина сейчас пойду что я не добью а я добил а сейчас не сможет по идее декрит на меня кинуть хорошо он по идее не может на меня декрит кинуть потому что я написал дизайбл хоп типа он руине специально таким образом потопу пойду тупо но двойка рта молодец потеет ребят ребят никогда не делайте так как тени до сих пор в душе прям сидит но можно было поров ли да конечно но тут просто игра на кону реально потому что они нихрена не делают он этого не понимает тут реально игра на кону ребят то есть если если меня будут убивать то мы маловероятно что выиграем но это забавно выглядело с другой стороны я стою так я чувствовал что он хочет меня кинуть нас но это просто бан аккаунт но я естественно не писать не буду ребят кто бы чего не говорил я писать не буду я писать не буду бан аккаунт не хочу пусть парень пусть играет так чем онлайн зажгли что ли да он за мной ходит на думе ну пусть я постою тут сейчас один мал тот катится еще бахну еще один над будет подпусти их поближе а а а а а а а хорошо пробежимся на хг щас крипа ресницы братан не убьешь их повезло скотина сия вылетела а так спит замедлила но был прям жесткий ажиотаж понимаю все 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 так жди чё жди ff пиши бро я спушил рано или поздно я спушу команда не очень сильно хочет пушить я запушу все равно так нас есть у нас шарт страшно конечно doom идет целенаправленно мегакил опа так теперь можно на сикера охоту открывать но кера нету можно идти если тут проблема в том что может быть под мой там меня могут как бы поймать go please ну ребят блин запарили ну может онлайн зажгли отойду лучше фармит пацаны го урону да нету никого видите да 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 в инвизи в инвизи онлайн зажгли все хорошо не зря я ушел да вот ищут 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 меня ищут меня можно вернуться 300 дэмиджа есть ребят на плес не стойте афк мх работает конечно чуйка бро хорош надо дойти рефракшн есть лично аж го пушить но эта катка вам понравится ребят я думаю ой ну такое блин вообще такое хорошо есть молочи кушаем почти вот такая вот ребят катка на ланайке ну не судите строго потому что написал там ес просто захотел почему-то не знаю сижу на расслабоне но игра можно сказать 1x9 потому что но ес ес молочина безусловно пуджик тоже что-то делать пугна руинит просто специально я не знаю зачем правда может у него что-то случилось дома он поэтому сидит без настроения дай бог чтобы у всех все было хорошо ребят такая вот катка надеюсь реально вам понравится ну и самая первая катка тоже такая изичная была но там именно из-за пару моментов я ее оставлю соответственно эту катку так что мне нужно еще сделать глину гора пиру что ли я не знаю гора пиру типа ну блин а чё делать а чё а чё а кто а зачем а чё гора пиру чё мелочиться видели когда-нибудь типа как дэмэдж там с рапиры до идет все вот так вот делаем и побежали кура за нами успеет пишемся я когда смотрите с бэкстеба сикиру проб долго к дэшица долго-долго-долго роста ну как с 2000 падали так и падают ребят еха за видели промах вылетел он алибарда собрал по мы я не чекал слоты вообще то есть пофиг реально пофиг не чекал беги просто джи джи просто джи ребят ну реально ставьте лайк подписывайтесь на канал кто кому нравятся такие гайды ребят всегда рад для вас сделать такие гайды ребят и доволен что у меня есть уже моя аудитория которая нравится то что я делаю ребят спасибо вам большое все подписывайтесь youtube-канал ксена здесь написал ребят всем спасибо вот такой вот гайд бро специально для тебя